Римский философ Синека Сколько существует человек, столько его притягивает звёздное небо своей загадочностью и необычностью. Давайте попробуем составить кластер на тему созвездия. Проверяем, что у нас получилось. Созвездия — это звёзды, телескоп, астрономия, небо, ночь. А теперь, используя данные слова, вам необходимо составить небольшой текст. Давайте проверим, что же у нас получилось. Наступает ночь. На лунном небе появляются звёзды, которые объединяются в созвездия. За всем этим великолепием нужно наблюдать в телескоп. Астрономия — это наука, которая изучает различные созвездия. Так что же такое созвездие? Для того, чтобы ответить на данный проблемный вопрос, вам необходимо прочитать внимательно текст, вставляя пропущенные буквы и объясняя правописание орфограмм. Для выполнения данного задания вам необходимо будет вспомнить орфограммы, правописание безударных гласных в корне слова, а также правописание глухих и звонких согласных. Для того, чтобы проверить безударную гласную в корне слова, вам необходимо подобрать проверочное слово, чтобы это безударное гласное стало ударной. А для того, чтобы проверить правописание парного, звонкого или глухого согласного на конце или в середине слова, надо подобрать такое проверочное однокоренное слово, чтобы после парного согласного стоял гласный или сонорный. обратите внимание на текст если посмотреть на звезды внимательно то обязательно увидишь отдельные группы звезд созвездия с данных времен созвездия были для людей ориентированы на небе созвездиям присваивались разные имена это были имена героев название птиц рыб животных а сейчас проверяем в слове посмотреть гласный о проверочное слово смотрит обязательно гласный я проверочное слово обязанность в слове группы удвоенные согласны п времен проверочное слово время в слове рыб проверочное слово рыбы в слове животных пишем после шипящий гласный и и так что же такое созвездие Предлагаю вам посмотреть небольшое видео. Воображаемые кусочки, на которые разделено небо, называются созвездиями. Вглядываясь в эти треугольники и точки, древние люди представляли себе героев своих любимых мифов. Из-за вращения Земли вокруг своей оси, ночью созвездия не стоят на месте, а незаметно плывут по небу. Давайте представим, что Земля — это кабина космической карусели с центром в виде светящегося шара Солнца. Если проехать на этой медленной карусели целый год, то можно заметить, что осенью мы видим одни созвездия, зимой уже другие, весной — третьи, а летом — четвертые. Также нашу планету принято делить по экватору на северное и южное полушария, и в каждом из них тоже свое звездное небо. Так в северном полушарии всегда можно увидеть загадочную Кассиопею, а в южном полушарии трудно пропустить южный крест, созвездие, которое было путеводным для многих мореплавателей. Я надеюсь, что сегодня на уроке вы открыли для себя много нового и интересного по теме созвездия, научились составлять текст, а также правильно писать гласные и согласные в корне слова. Предлагаю домашнее задание. Дома вам необходимо ответить на вопросы по тексту для развития читательской грамотности, а именно, что называется созвездия, где они располагаются, когда их можно наблюдать, чем были созвездия для людей с давних времен, чьи имена они носили, и исследовательский вопрос, какие созвездия вам известны. Пробуйте, и у вас все получится. Увидимся на следующем уроке.